Смотрите, Саакашвили это политик, которых я не вижу в Украине похожих, потому что он будет разговаривать со всеми, невзирая на какие-то политические... Он ищет и акцентирует свое внимание не на разнице, а на том, в чем люди похожи. И у Саакашвили самого очень много вопросов к Айварасу. Тем не менее, если он чувствует, что позиция заслуживает внимания, заслуживает поддержки, он ее поддержит. Независимо от того, это Юля Тимошенко или это кто-то еще, Саакашвили будет смотреть на это как политик и смотреть на это с точки зрения большой какой-то картины. И в данном случае, я вас уверяю, что Айварасу никто не предлагал вступать ни в какой блок, которого не существует, а ни в какое-то движение, которое мы сейчас формируем. У Айвараса есть выбор, он может... Формируете движение? Которое мы формируем. Движение, конечно, за противокоррупционное движение мы его формируем. Но у Айвараса есть выбор. Если он придет, у меня с ним могут быть какие-то различия, но это, в общем-то, все построено на плюрализме. Он может прийти, это не движение Саакашвили или еще кого-то. А если он решит работать с кем-то еще, мы будем с ним по-прежнему разговаривать. А встреча Саакашвили с Абрамовичесом накануне вот этой громкой пресс-конференции, она была случайной? Я думаю, что Айварас получил от Михаила поддержку. И я думаю, что он получил то, чего ему не хватало как политику на протяжении этого года. Это смелость. Потому что, что бы сделал сам Саакашвили еще в прошлую пятницу, когда Айварас достаточно слабую речь сделал в парламенте, из книги «Саакашвили возьмем страницу», он бы уже там начал говорить о том, что смотрите, у нас есть проблема госпредприятия. Эти госпредприятия из них качают деньги, их качают политические элиты для того, чтобы потом себе оплачивать политические компании, избирательные компании и так далее. Это большая проблема. Он бы назвал нескольких человек, он бы сказал, независимо от их партийных каких-то принадлежностей, он бы указал, в чем проблема. Так бы это делал Саакашвили. Айварас, в общем-то, у него никогда не было сильного какого-то проявления в Раде, когда ты посмотришь и скажешь, это современный политик, который знает, что он делает и как он говорит. Ему всегда было неудобно такое вот какое-то... Он не ходит на эфиры, он не ходит куда-то, где нужно бороться словами и доказывать свою правоту. Это не его стиль. И вот здесь вот Саакашвили явно преуспевает вот в таком вот каком-то... Как делать пресс-конференции? Что нужно говорить? Они работали вместе достаточно долго по госпредприятиям. Они хорошо знакомы. Айварас приезжал в Одессу. И поэтому, поэтому, в общем-то, встреча была или случайная, потому что так совпало, или не случайная, потому что они об этом говорили. Но явно Михаил какое-то влияние на Айвараса в данный момент имел. Продолжение следует...